в европе в очередной раз решили оказаться впереди планеты всей правда непонятно сторону прогресса или деградации одним словом эти прекрасные люди взяли да и назначили экоактивистку грету тунберг почетным доктором университета хельсинки так что мотивировать детей университетской карьеры теперь стало намного проще если раньше им приходилось говорить учись сыночек много делай домашние задания учись сперва в школе потом в институте и вырастешь большим человеком станешь доктором наук то теперь все стало совсем наоборот не учись доченька вообще прогуливай даже школу про институт и речи нет побольше хами окружающим давай всем непрошенные советы космического масштаба и космической же глупости и станешь доктором непонятно каких наук забавно что все это то ли псевдо культуру то ли псевдо цивилизацию породила университетская профессура 60 70-х годов времен хиппи а теперь то что они создали само же университетское образование и разрушает как говорится что по сей что и пожнешь нам говорили когда-то что править должна меритократия что занимать ключевые позиции должны более компетентные и профессиональные люди в каждой сфере и тогда будет процветать государство и расти экономика в результате как видим европе теперь ровно наоборот в германии главным дипломатом страны становится профессиональная партийная активистка которая за всю жизнь ничем кроме криков на митингах не занималась чье главное умение сводится к чтению речей которые для нее описали другие люди и в результате мы получаем то что в результате дипломата который меньше всего подходит на дипломата а теперь еще университетским доктором становится 19-летняя девочка который больше всего прославилась школьными прогулами участие в митингах и опять же чтением чужих текстов и публикации их от своего имени кажется где-то в европе есть и еще один подобный политик но как-то сразу и не вспомнить о ком же идет речь возможно торжество антимеритократии привело к тому что творится сейчас в европе в экономике да и вообще во всех сферах результат усилий многочисленных анна-лены бербак и грет тумберг европа все никак не может понять как же получилось что китай в итоге развернулся в сторону россии и отворачивается от европы почему так вышло это действительно вопрос загадочные но не в том же причина что европа накачивает оружием тайвань а китай уже на примере россии насмотрелся к чему это все приводит или вот еще пример дружественный в кавычках политики с литва взяла и признала тайвань чего в мире не дел вообще почти никто чего даже сша до сих пор не сделали а литва эта страна член евросоюза а еще европейская над изо всех сил и изо всех рупоров делает заявление о том что она просто обязана принять участие в сдерживании китая и просит сша непременно задействовать его потенциал в этой области правда не вина нато в том что именно в азиатской области нашей прекрасной планеты их потенциал примерно стремится к нулю между прочим интересно было бы узнать что думает о выбросах co2 от всех этих самолетов танков бмп и прочей техники наша великая профессорка ну или профессорша как она оценивает с точки зрения экологии примене снарядов с обедненным ураном впрочем известно что нам на это скажут не приставай к царю кстати на тайвань с официальным визитом полетела министр образования германии причем именно в качестве министра официальным визитом а это уже равноценно признанию независимости острова давайте просто представим что было бы прилетит допустим в баварию министр из россии без согласия с берлином и даже вопреки его требованиям понятно что было бы и как бы это расценил бы шольц похоже что результатом европейской политики станет то что китай как и россия даже ждать не станет а сам со своей инициативы пойдет на разрыв отношений западом можно сказать что он уже на это пошел и трехдневные государственные визиты дзиньпиня в москву стал своего рода намеком на этот исторический разворот трудно даже представить какие последствия для экономики европы это принесет учитывая что связи с россией уже разорваны но самое интересное что все это явно не конец истории дорогие друзья здравствуйте да как это не удивительно но это я автор и ведущий проекта не конец истории влад серов и получается некоторое возвращение из больничного мое задерживается вы наверное это уже услышали однако работа продолжается несмотря на то что мне и тексты теперь даются с трудом но я по брежнему буду крайне рад поддержки нашего проекта даже 50 рублей помогут мне купить мандаринку и хватит еще на витаминки они очевидно лишними тоже не будут заранее спасибо за любую помощь номер карты вы найдете в описании к этому ролику обещаю вместе победим